На середину. Парни, правила знаете. Внимательно слушаем мою команду. У вас три раунда по две минуты. Покажите красивые. И главное, честный бой. Руки божали. По углам. Итак, друзья, а у нас второй бой этого карда. И мы видим в синем углу Пелеса Даяна. Известный профессиональный боксер. С рекордом 11-3 в профбоксе. Его представители, точнее тренера, это Александр Субботов и Андрей Чарук. Также известные московские тренера из Калифорнии Джима. А соперник Пеле, это Мазарин Мизаушев. Итак, смотрим. Ну, добавим то, что про Мизаушев, что он спарринг-партнер Харуна Абазиев из его команды. В какое-то время не тренировался, и вот вернулся в бокс. Мастер спорта. Сходу уронил его. Вообще, мастер спорта против профессионального боксера. В общем, еще такой высокий мастер спорта. Бой должен быть интересный. Если сейчас Музарин не сломается под прессингом Пеле. Я думаю, мы увидим что-то интересное. Мы помним с прошлого турнира, что Пеле это тот боец, который идет в размин сразу. Он не будет ждать. Даже не всегда готовит атаку, а просто налетает на своего оппонента с целью его вырубить. Бой у нас в регламенте 3 раунда по 2 минуты. Хорошо Пеле. Два удара заходит как один. Но ему с подбородой к тянуться приходится все равно. Не уходи сразу. И стоит отметить, как хорошо и быстро побивает Музарин Мизаушев. Музарин Мизаушев удары, но Пеле все видит. Да не влетай сюда. Не влетай. Пеле очень чувствительный боксер. Стоп. Шаг назад. Активной клинки. Хорошо. Он смог поставить защиту на битках. Раскачивает корпусом. Музарин пока держит на переднем джебе. Очень легко, кстати, на ногах двигается Музарин. Видно, что работа ногами поставлена. Хорошо. Все видит. Садаян. Хорошо. Играм видно, насколько мощнее удары Пеле. Пей секунд. Ну Музарин этот. Хорошо. Задержают довольно очевидные удары. То есть как бы ты готов к дочке. С глаза бросаются. Слышишь? Прямо не заходи. Ты постоянно должен качать спиной. Понял? И ногами подсовываешь. Правый через руку зайдет. Просто ногами подвези. Слышишь? Субтитры сделал DimaTorzok Оператор выходит, шаг назад, капу покажи мне, капу покажи, хорошо, капу покажи, шаг назад сделай, шаг назад сделай тоже, не спешите Ну что, второй раунд, получили наставление в углу бойцы и посмотрим, как сейчас будет развиваться событие Музарин все по-прежнему работает на джебе А Пеле по-прежнему пропагандирует силовой бокс Музарин все правую готовит руку для чего-то, и я не могу дождаться этого момента Нет, вот был момент в конце первого раунда, когда он попробовал ее вставить Не видел я, прошла или нет до конца, но смотрелось эффектно Пока Пеле все видит Такая мощная спина у Садояна Какой хорошо шаг, да Да, и вот видно, что готовит он все под левой сбоку, так он смотрит на корпус оппонента, ждет, ждет момента Сейчас была попытка И подпирается Даян, подпирает оппонента Вообще интересно, когда вот такие уже профессиональные боксеры приходят в формат бокса в ума перчатках Насколько в этом развивается их карьера, потому что все равно это не чистый бокс, не вся манера бокса подойдет под это Не каждая точнее Здесь Музарин пробивает по корпусу Пеле по-прежнему подпирает И уже видно, что Музарин ждет левую руку Пеле, то есть Пеле надо скрывать свой удар Музарин у Росту сильно, конечно, помогает, маятник он хорошо откачивается Здесь хорошо Пеле И сразу опять левый сбоку Подсказывает Пеле, что надо еще накидывать Две секунд Второй рамп, осторожнее они, конечно Да, ну и очень эффектно, смотри, как Пеле раскачивает корпусом Рой Джонсон напоминает в молодости Не так дерзко, конечно, но Эффектный, очень эффектный боксер Выдох, выдох, ты долго стоишь, да, его дистанция, зачем? Дыши, дыши, дыши Смотри, дипстук Анджену завтра оранжевая Поэтому уже суток, 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 суток Субтитры сделал DimaTorzok Здесь не принято, да, там, всякие шутки Шутить, глюбиться во время боя Ну, в зависимости от того, какой бой Когда дрался с Мурат, со Шведом Там, ну, явно, Глум присутствовал В каких-то объемах, да Но здесь бойцы более такого профессионального Профессионального склада И они двигаются, в первую очередь, по спорту А не по трэш-току, да То здесь, да, вот этих ребят нет Пеле, качай спиной, собрано Заходи чаще, чаще, чаще На его дистанции не надо просто так стоять перекрытым Каждашки, утреш-ток, это всегда, конечно, смотрится Подкрепленный базар, так сказать Всегда интересно смотреть, как они его выводят Да, оно однозначно Но вот этот бой, с точки зрения спорта, интересен Потому что, вроде, высокий боксер, да, который долго не боксировал Против боксеров более низкоростного Силовой бокс против такого Ну, на мой взгляд, более любительского Классно смотреть Что первое, что вот этот бой мне очень прям заходит И посмотрим сейчас В третьем раунде, кто, как выложится По итогу Все время, вот, уже понял Музорин, что не нужно опускать Свою правую И вот, как только перебьет Правая у Музорина прижата Через корпус начинает работать Пеле И подсказывают Субботов Надо раскачивать Вот хорошо Защитим все плотно Еще засовывают Немножко Музорин сейчас так Меньше стал накидывать ударов Пеле, просто оба соперника Что в первом бою на хайп Сейчас были такие более высокорослые Не всегда им удобно было дотянуться Вот, хорошо И слышали, как здесь все закричали Отличная связка такая С профессионального бокса Лукбокс, снимай перчатки Как не часто видишь На веселийной комбинации Хорошо, подходил Хорошо, еще раз Да, да Еще вдогонку отпили Вот, хорошо Отличный бой Зрелище показали, ребята Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Глент Пара вопросов Довелось с тобой быть в одной раздевалке до боя Слышал твой такой, знаешь, положительный настрой Можно даже сказать, что ты особо и не был серьезен перед боем С чем это связано? Ты знал своего соперника, не боялся его Или просто в принципе ты всегда перед боем в таком настроении? В первую очередь всех приветствую Зрителей хайпфайтинга Спасибо организаторам за предоставленную возможность Вот Нет, я всегда серьезный, может вам показалось Я очень серьезно готовился к Музарину Достойный парень Спасибо его и его команде Я всех своих соперников уважаю У меня здесь нету такого, что кто-то мне неприятен, кто-то еще как-то Это просто моя работа Мне дают бойцов, я выхожу с ними драться Это мой заработок Так в целом Можно слова благодарности, да? Я бы хотел поблагодарить свой угол Андрей Чарук, Субботов, Александр Это моя команда, спасибо им большое Моей команде Джентльмен файт клуб GFC Спасибо вам за поддержку Моим братьям, кто приехали Рома, ребята, пацаны, всем Огромное спасибо, кто приехал меня поддержать Конечно же моей маме Спасибо большое И также я бы хотел обратиться к лиге Ребят, уже 2-0 Я хочу чемпионский пояс Мне без разницы, как бы, знаете Я ко всем уважительно отношусь Мне без разницы, у кого пояс или что Просто у меня чемпионские обидцы Это моя работа Я хочу выйти подраться Стать чемпионом этой организации В наше время Это очень сейчас модно, популярно Но я буду зарабатывать Хайп не грязным трэштоком А воспитанием и уважением к людям Ко всем бойцам Поэтому, ребята Будьте воспитанными парнями Потому что мы все достойные мужчины Вот, поэтому газуйте Всем спасибо Это просто спорт, Музарин Еще раз большое тебе спасибо Только уважение Спасибо Если есть вопросы, я отвечу Белеса Даян Ну и вопрос к твоему сопернику Большой привет моему языцкому народу Бэжи ездыхан Музарин, ты старался джебом контролировать Своего соперника Ну, насколько мне было видно С моего ракурса Это была установка тренера Или действовал по Что называется Ситуации Ну, установка тренера Какая была И что я хотел Это уже не важно Я хочу сказать лишь одно Что если вам нужна такая победа То забирайте Ну и последний вопрос Тогда не уходи Шесть лет простоя Как было сказано Перед боем С чем были связаны И в лучшей ли ты сейчас форме тогда? Нет В лучшей форме видно Что я точно не в лучшей Готовался к этому бою Ровно 20 дней Но я все равно считаю Что сделать Достаточное победу Но опять же говорю Забирайте Ну что Надеемся На Вполне возможный Реванш Двух этих Бойцов Хорошо, что вы мне напомнили Пелея Пересмотри бой на хате По-братски Ничего лично Просто пересмотри А потом давай устроим второй бой